Пользуюсь тем, что люди никогда не с ней забираются в том, что у них там платежка как делается, как формируются платежки, они начисляют и начисляют и забирают деньги себе. Дело в том, что за 12-13 год нам пять раз делали перерасчет. Пять раз. И уже на пятый раз народ уже сбунтовался, да. Что это такое? Вот тогда вы только начали считать. Как раз у меня есть законопроект аудиции системы образования тарифов ЖКХ. Вот у нас тарифы, мы никто не знаем, как они формируются. Даже я сейчас делаю запрос, они мне пишут закрытая информация. Поэтому если мы сможем добиться того, чтобы эти тарифы были открыты все, то в принципе примерно на 30 процентов по нашим прикидкам получится, что должны быть снижены тарифы, так как необоснованные завышения везде. Экспертный центр, мы у него просим, дайте нам заключение. Правильно, правомерно ли были применены расценки к нашему дому, имеющему индивидуальный тепловой пункт. Они нам дают ответ. Согласно утверждениям управляющей компании Домжилсервис, Вы понимаете, получается такая ситуация, что мы в суд подаем ходатайство, значит, чтобы они обязали прийти и понудили этот экспертный центр выступить в суде и дать нам ответ. А судья принимает, туда шлет, а они на это не отвечают и в суд не являются. Поэтому мы вынуждены были бить во все колокола, чтобы привлечь к этому делу внимание прессы. Мы когда стали обращаться в жилинспекцию, проверить излишнее начисление, действительно есть или нет. Нам жилинспекция больше полгода отвечала, вы обратились по поводу пересчета по водоотведению КПУ, то есть по канализации. По канализации у нас никто не обращался. Они нам больше полгода сводили все ответы к канализации. Потом мы обратились уже с обжалованием, что мы не обжалуем водоотведение по КПУ, мы обжалуем излишнее начисление по отоплению. Тогда они уже стали нам отвечать, что у нас недоначислены гикокалории. А при чем гикокалории, если у нас завышенные тарифы, они взяли деньгами эти гикокалории. Вот в счет миллион начислили, и миллион должна компания нам начислить, чтобы миллион отдать МАЭКу. Они сами рассчитываются за миллион, а с нас берут полтора миллиона. Вот в чем проблема у нас возникла. С момента, как въехали, было одно количество тепла, а потом ни с того ни с сего с марта где-то, за прошлого года, в два раза больше стало количество тепла. Ни с того ни с сего. Обратившись в ЕРЦ, сначала мне было сказано, что да, это была ошибка, и за февраль месяц все пересчитали. Но с марта мы сказали, что нет, никакой ошибки нет, все правильно, в два раза больше тепла. Хотя его не может быть в два раза больше, у нас в большинстве квартир батареи просто выключены, потому что дом теплый сам по себе. В нормальной правовой системе люди не должны даже думать о том, что у них происходит. То есть они должны написать один раз запрос, вот нам кашь, нас обманут. И все структуры должны начать работать, чтобы... Это же просто-просто им проверить, у нас сомнения там-то, а нас все к водоотведению по КПУ сводят. Как у нас в судебном заседании юрист Дом Жилсериса сказал, а кто им разрешил делать расчеты? Вот, они... Самый страшный сон, что все люди начнут сами научиться считать и поймут, что в принципе управляющие компании это не очень им нужны. Депутат тот, кто получает от людей зарплату. Депутат это человек, который находится на зарплате у жителей. И вот у нас в стране-то почему-то забыли об этом и депутаты, и жители. Депутаты живут где-то в параллельном мире, а жители не трясут своих депутатов под затыльниками, ну куда-то выполняя работу. То есть так и должно быть. То есть депутат должен приходить к людям, люди ему должны говорить какие-то проблемы, он идет их решать. Но назад приходит к людям, говорит, я решил вашу проблему. Он говорит, хорошо, у меня новые проблемы. То есть задача депутата... Я думаю, что да, кстати, многие шестеренки закрутятся гораздо веселее. И сделать пенсию, пособие... Нет, зарплата депутата должна быть привязана к средней по стране. Как только она будет привязана к учительской или к врачебной, сразу у нас и учителя, и врачи начнут нормально получать. Совершенно правильно. Чудо, что дурдом какой-то. Каста такая, что мама родная. Все, спасибо большое. Всего доброго. Чтобы вот эти слова вы не забыли, когда у вас значок появится. Не забуду. И про ящик шампанское. Здесь я ничего не обещал, сразу говорю.